Приветствую вас. Я не совсем понял, какого именно ответа на какой вопрос вы хотели бы получить. Вам совершенно очевидно, нужно будет работать над своей независимостью от мамы. Вам совершенно очевидно нужно работать над своей уверенностью в себе. Вам совершенно очевидно нужно лучше понять свою маму, перестать ее идеализировать. И вам совершенно очевидно нужно освободиться от ее власти, которая сейчас по сути дела всего лишь иллюзия. Вам также нужно понять, что ваша мама вас шантажирует, ваша мама вами точнее манипулирует, ваши мамы играют в игру. Вот. И что это делаете вы? Это ставите свою маму на первое место. Собственно, обычно такая позиция происходит тогда, когда мама идеализирует своего сына. То есть у вас такая история, что мама она заменила мужа вами, своего мужчину вами заменила. И из-за этого вы у нее... Из-за этого вы у нее вот, собственно, в такой позиции находитесь. Я думаю, что ваши неудачи в браке, ваши действия с женщинами и то, что вы заставляете своих детей общаться с бабочкой, то есть все это, по большому счету, не ваше. То есть вы в глубине души, наверное, понимаете, что это неправильно. То есть правильно ничего для своей мамы не делать. Если она взрослый, здоровый человек, то правильно ничего для нее не делать. У нее своя жизнь, у вас своя. Вот. Ну и, конечно, сами страхи, которые у вас есть, вот. Их нужно, конечно же, убрать. То есть их можно убрать. Ваши страхи. Можно от них избавиться. Можно стать свободным. Но для этого требуется, конечно, работа с терапевтом, психотерапевтом и так далее. То есть нужно обрываться вверх. Это вопрос, значит, скорее, личный границ в обязательном порядке. Это вопрос самооценки. Это вопрос того, чего вы хотите для себя. Привыклись ли вы чувствовать себя, чинить себя, уважать себя. Вот. Вот. То есть это все вот на самом деле об этом. Все про это на самом деле. Вот. И, соответственно, в этом направлении вам стоит двигаться. Мне кажется, что у вас искажено очень восприятие женщин. Искажено очень, значит, восприятие любимых людей. Вот. Мне кажется, что вам нужно, значит, менять, менять отношение к самому себе. И сделать его более целостным. Вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, корректировать дальнейшие соотношения. Вот. То есть, пока я рекомендую вам просто однокомиться с темой созависимости от родителей. Так. То есть это вот то, что является непосредственно вашей историей. Вот. Ага. Посмотрите. Внимательно информацию на эту систему почитайте об этом. В статье есть. И после этого уже, когда выйдете проблем, что проблема она именно в том, что вы идете с мамой на молодую. Вы делаете все, как у чего есть мама, но при этом ущемляясь самого себя, да, вот, и верите, думаете, что ваша мама, она действительно вот болеет или что-то еще. Вот, то, что вы говорите, что я ничего не могу сделать с собой, чтобы против маминого желания, это вот как раз-таки несознавание своих личных границ, обесценивание себя и принижение. С этого оно не началось. Ага, действительно, жалко детей ваших, потому что они видят такой пример, как вы относитесь к своей жене. Кстати, а вот вы не думали о том, что, как ваши дети воспринимают то, что вы, например, свою жену бьете? Вот, то есть, ну, вы серьезно считаете, что жена достойна того, чтобы ее бить, потому что она не хочет, значит, она не хочет, чтобы вы ехали к маме? Вот, вы серьезно думаете, что она этого достойна? Ага, вот, это у нас даже того, что к детям вашим, вашим, вашим мамам, ну, это все, прям безразлично. Вот, это не честный человек по-своему, и его нужно понять, а вам нужно работать над собой. Вот, что касается того, что мама ни с кем не находит общего языка, она не должна, она не должна находить, а вам нужно покупать по-своему. То есть, для этого нужно получить ресурсы, для этого нужно получить энергию, силы для того, чтобы сказать, маме, твердое, нет. Да, будут ссоры, да, будут скандалы, да, будут, значит, манипуляции, но вам с помощью поддержки, с помощью, значит, психолога, вам вполне по силам от всего этого избавиться, и тогда уже мама примет вашу позицию, вашу роль и ваш выбор. Потому что какой бы властной она ни была, да, все равно она вам ничего не сделает. Вот, то есть, сядьте и просто подумайте, как вы относитесь к тому факту, что вы живете по указке мамы. Просто подумайте, как вы относитесь к этому, какое у вас отношение к этому. Ну, нравится вам, не нравится вам, считайте вы, что это нормальным или ненормальным. И все вот отсюда, да. Вот. Вот вы говорите, что она, значит, судит об этом в тесу, что вы ей обязаны. Ну, это вот ключевой момент, что у вас гиперответственность за себя. Ну, именно гиперответственность. То есть, вы ответственны за то, что там, грубо говоря, родились. Да? Вот. Это на самом деле не есть правильно, не есть здорово. И, соответственно, с этой ситуацией нужно что-то делать. Ну, значит, именно правильно, это как лучше для вам. Вот. То есть, просто прикручите к себе. Насилие в любом случае не выход, не выход. У вас есть, ну, желание имам и ваши жены. Вот. Но и ответственность нужно нести, в первую очередь, за свою семью. Не за маму. Вот. Вот. Вот это вот мне очень интересно, в целом, как вы относитесь к тому, что написали. Вот тут вы пишите жирко, скучаю, жиркостая вторая. Ну, скучаете, хорошо. А, делать что-ка повыше для этого. Вот. В какой стати вы работаете в одном городе с мамой? Ну, красиво. Она властная, принципиальная женщина. Хорошо, если что не по ее, все умрите вокруг. Ну, хорошо. Пусть камера вытаскивает, все. Поэтому, я думаю, что именно в этом направлении вам нужно двигаться. Дальше. Вот. Значит, я не очень понял, что вы здесь пишите, да. Я пытался как-то пообщаться с кем. Вот. Тут просто как-то очень сбивчиво идет прислование. Вот. То есть, опять же, либо вы нервничаете, либо вы боитесь, либо вас. И еще что-то, то есть, тут вот, мне бы хотелось, чтобы вы скрывали логичную цепочку, чтобы этого выстроили сами. То есть, вот детство, детство, она говорит мне, что я обязан, в какой стати, почему, и так далее. Вот. То есть, в основном, она, например, специально вас подавляла. И вы привыкли о себе не думать, не думать. Вот совсем. Вообще. О себе не думать. Привыкли вы. Вот. Это неправильно. Вы должны вспоминать свои желания, нужно отстаивать лишние границы, защищать их и так далее. По факту, вы, вы не делаете никакого выбора. Вот. За любой выбор вы, не используя маму, вы испытываете вину. Вот. Ну и, соответственно, поскольку вы живете так уже довольно долго, да, то, полагаю, что за один ответ, ответ, вы этого не избавитесь. Вам индивидуальная, индивидуальная работа. Длительная индивидуальная работа. Вот. Что касается того, как праздник, да. Ну, здесь правильно, чтобы мама была в своей семье, вы были в своей семье, и чтобы с мамой вы их встречались, ну, вот, иногда. Иногда. Ну, вот, и уж точно не действовали так, как вы действуете сейчас. Правильно не бить свою жену, если она отстаивает свои права и защищает свои желания. Правильно не проецировать на нее свое удовольствие от того, что вы не делаете, того, что хотите сами. Правильно не заставлять детей общаться с тем, кто относится к ним негативно. То есть, опять же, ваша мама. Вот. И, соответственно, не делать все для нее. То есть, делая для нее все, вы обеспечиваете себя. Вот. Останетесь и ценить, и тогда будут ценить вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Понимаю, что это достаточно маленький ответ, понимаю, что это достаточно мало. Ну, и вы, наверное, от камеры также понимаете, что от таких вещей сразу не избавляются. Пока что, пока что учитесь, учитесь. Учитесь говорить «нет» именно хотя бы себе, самому. То есть, учитель говорит «нет» не маме. Учитель говорит «нет» воображаемой маме. И, может быть, может быть, вам нужно будет представить себе, создать маму другую. То есть, это будет такая мама, которая, ну, например, будет вас любить, будет вам разрешать делать то, что вы хотите и так далее. Вот. Я думаю, что именно такой момент, собственно говоря, вам нужно самому реализовать. И вот это вы можете, по факту. Вот. Ну, а я бы предложил вам работу с вашими эго-состояниями. Да? То есть, взрослый, ребенок, с чего хотите, все происходит. Вот у вас нет взрослого практически, да? То есть, вы взрослым бываете только, когда работаете, вероятно. Соответственно, в других ситуациях вы взрослым не воспитаете. То есть, вы либо сын своей матери, либо вы деспот, я так понял, в своей семье. То есть, вы не смотрите ни на кого, как на равных, как на равного. Ну, мне кажется, что это тоже такой очень негативный момент на самом деле. Просто потому что, ну, не воспринимать людей как равных. Вот. Вот, в принципе, с этого я и рекомендовал бы вам начать. То есть, я рекомендовал бы вам начать именно с того, как вы воспринимаете людей вообще в качестве кого. Мне кажется, что это очень важный момент на самом деле для вас. Вот. Ну, и обязательно почитайте про созависимости, именно вот созависимости, простите. Мне кажется, что это для вас это очень классно. Вот. Ну, именно вот, именно для того, чтобы разрешить свою ситуацию. Вот. Которое у вас есть. Не стоит ждать быстрого разрешения, потому что вы привыкли так жить. Вы будете испытывать страх, если, когда вы будете работать. Ну, если вы понимаете, что так нельзя дальше, то я рекомендую вам не затягивать с начала работы, потому что в итоге и семья ваша может расстаться. Вот. Вот. Каждый день прожитый детьми вашими в таком режиме для них травма. Вот. Травма и негатив. Для вашей жены то же самое. Вот. И если вы не хотите этого, да, если вы, ну, если вам не хочется, чтобы так было, то, соответственно, вот, начинаете работать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.